Привет всем, с вами Костя Айти. Сейчас я специально для вас записываю продолжение нашего урока о постройке железных дорог в транспорте Укон Делюкс. Сейчас мы разберем более сложные моменты построения нескольких дорог, светофоров. Посмотрим, как можно управлять загрузкой составов. Давайте начнем с самого прибыльного предприятия, которое еще не задействовано. Вот они наши фрукты. Давайте мы это дело задействуем. Итак, нам нужно построить некую двойную дорогу на четыре состава. Построим мы ее вот так, чтобы нам с возвышенностями не заморачиваться. А здесь мы построим платформу, чтобы в дальнейшем ее достроить еще на две. И желательно еще задействовать город. Он нам тоже может пригодиться. Мы строим дороги в двух направлениях. Я использую горячие клавиши для быстрого переключения вагонов. Вот как раз еда нам не мешает. Можем чуть-чуть угол сократить, чтобы не теряли скорость наши составы. И на что хочу обратить внимание. У остановки мы строим перекрестные рельсы. В одном направлении поезда едут в одну сторону, в другом в другую. Обязательно на углах. Эти гаражи. Такие депо некое. И строим светофоры. Один клик, он ставит двусторонний светофор. Двойной клик по тому же месту, он превращает его в двусторонний. Выбираем направление, которое соответствует движениям составов. И размещаем таким образом всю трассу. Обязательно светофор у краев. Еще хочу обратить внимание на то, что очень важен тип светофора. Менюшка почему-то не упадает. Включить меню выбора сигналов. Теперь при выборе светофоров обращаю внимание на то, что у краев должны стоять такие новые типы. И это односторонний маршрутный светофор. Он может ставиться только в одном направлении. При этом он при движении состава дальше, он размечает трассу. Именно он нам и нужен. При этом можно использовать только на входе, на выходе нам не обязательно. Теперь строим состав. Убираем самый быстрый с одной на составный поезд и фруктовые вагоны ему нагружаем. У нас 4 ячейки, значит 37 вагонов, чтобы общая для состава была 8. Ехать сюда, полностью загрузиться, ехать сюда, разгрузиться, пошел. Чтобы быстрее строить одинаковые составы, можно в гараже использовать кнопку клонировать. Нажимаю на поезд. Мне пишут, нет денег, деньги занимаем с контром. Он занимает по максимуму. Все, поезд склонировали, отправили. Поезда находятся на одном промежутке, но благодаря вот этому светофору они не сталкиваются и при каждом движении размечают себе путь. Нас это дело устраивает, мы экономим одну клеточку. Теперь, если мы захотим построить третий состав, нам не нужно мучиться и строить третью дорогу проводить. Теперь, какие преимущества это нам еще дает? Если мы захотим использовать этот участок трассы, мы можем сделать это легко. Например, при разгрузке здесь появится еда, продукты. А продукты могут потребоваться, например, вот здесь. Или вот здесь. При этом обращаю внимание, что тут есть банк, а тут есть золотая шахта. Если мы проведем еще одну дорогу сюда, используя часть этой дороги, мы сэкономим кучу времени и сил. Плюс ко всему здесь есть нефть, но нефть нам, правда, не понадобится. Давайте этим займемся. Сразу строим большую платформу на четыре вагона, которая затрагивает и фрукты пассажира почта. Здесь нужны продукты, надо чуть-чуть сравнять. Чуть-чуть сравним на будущее. Вот пассажиры почта продукты. Нас это устраивает, но на первое время нам понадобится два пути. У нас есть деньги, поэтому мы можем себе позволить немножко сравнять. Вообще, сразу сравнять не рекомендую. Это может потребоваться на дальнейших этапах, когда денег еще больше, когда рейтинг в городе не имеет значения. И все, что нам теперь нужно сделать, это построить перекресток. С новыми светофорами нет ничего проще. Мы делаем все это дело в один большой узел. Склеиваем. И, что самое важное, на границах поставить нужный тип светофора. И не ошибиться с направлением. Это тоже очень важно. И здесь строим, как нам более удобно. Поезд едет отсюда, ему удобнее будет все повернуть сюда. И, соответственно, отсюда. Ну, теперь добиваем то, что у нас есть. И достраиваем на узлах тот же тип светофора. Можем сразу подровнять, чтобы использовать всю платформу. Ну вот, у нас появился некий перекресток. Можем для приличия достроить гаражи, депо. Вдруг понадобится. И нужно еще расширить эту платформу. Просто строим поверх. Все. Теперь мы строим. Сначала повезем еду. 8 штук. Можем нажать с клавишей «Контур». Он будет полностью загружаться. Мы экономим все лишние клики. И нажимаем сюда. Поехали. И строим ему бронированный вагон. То же самое. Можем нажать на поезд. И он принял полностью те задания, которые были у того. Поскольку маршрут у них один и тот же. Но все очень просто. Вот у нас 4 поезда. Используют одни и те же рельсы. И задействованы максимум платформ. Можем еще пассажиров перевозить. Но их здесь пока что мало. Все, что нам теперь остается, это следить за тем, чтобы на платформах не было избытка наших товаров. И если он есть, просто достроить состав. Дальше можно расширяться на завод. Например, руду. Например, построить общую платформу. С нее возить воду сюда. Руду вот на этот завод. И таким образом, расширяясь, можно построить великую империю. Единственная проблема возникает в перекрестках, когда слишком много составов. Необходимо его как-то разгрузить. Еще хочу показать один вид перекрестка. Сразу покажу, как он строится. Он чуть-чуть больше, чем этот. Но у него есть свои преимущества. Он выглядит примерно следующим образом. Этих дорог нет. Все очень плохо. Но мы сейчас быстренько починим. Итак, мы строим мост сюда. На самом деле, таких способов соединения трасс очень много. Этот хорош тем, что у него чуть больше пропускной способности. Вот таким вот образом мы соединяем наши дороги. Теперь любой состав может повернуть в любое место. Но остается только расставить цветофоры. Такие основы. Все, спасибо. Успехов в игре.